Давайте разберёмся, как работают эти кресты. Мутабельный крест — это крест невежества, проработки, крест проработки сомнений. Фиксированный крест — это крест ученика, кардинальный крест учителя. Мутабельный крест — крест преобразований, крест скрытого Христа это называется. Тут трансформации спящего, выпробуждающегося. Можно сказать, что это крест разбойника, крест колеблющегося, крест сомневающегося. Фиксированный крест — это крест распятого Христа. «Да будет воля твоя», — говорит он, — «пусть сбудутся описания». Здесь доверие уже идёт высшим силам и понимание сути. Крест души, где должно родиться намерение и осознание себя частью света. То есть крест ученика, мы говорим, ставшего на путь. И в реале — это узкая тропа по пути Антарес-Альдебаран. В картах, которые мы разбирали на 2023 год, вы не первый раз уже про меня, про этот путь слышите. То есть тут испытание — это ось жёсткого выбора. Тут происходит отречение от былой, неосознанной жизни. И писания по-любому сбудутся. Другой вопрос — насколько болезненно это будет. Чем больше сопротивления, тем болезненнее. Кардинальный крест — крест воскресшего Христа через распятие Духа. Душа должна пройти посвящение. Это начало бесконечного пути. Крест искоренения невежества, крест преодоления эго, открывающий сердце просветлённого. Изучайте, кстати, сразу свои натальные карты, в каком доме находится ваша лилит, друдж. Анализируйте, какие кресты, как звучат у вас. Как мы сказали, нам предстоят несколько лет с фиксированным крестом. Фиксированный крест представлен такими знаками Зодиака, как Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Крест, ещё раз повторю, распятого Христа. Инертность, бездействие, фиксация будут ключевыми словами. То, что надо проработать. Фиксированный крест — это середина сезонов. Поэтому тут идёт подготовка к глобальным переменам грядущего за ним мутабельного креста, то есть креста перемен. Фиксированный крест для систематизации, для анализа, для самосовершенствования. То, что завоевал предшествующий кардинальный крест, фиксированным должно быть освоено, приумножено, сбережено, опыт накоплен и потом превращён в мудрость уже на следующем кресте. Уран, управитель Водолея, падает во льве, экзальтирует в Скорпионе и в изгнании в Тельце. То есть вот он, как бы глава вот этого мутабельного креста. У Урана, я напомню, стрелочка вверх, то есть туда божественная ориентация должна к нам прийти. Плутон, управитель Скорпиона, экзальтирует Водолей и так далее. То есть здесь мы видим, какие уже будут ключевые главные действующие персонажи. Уран, Плутон, о каких трансформациях мы говорим, вы себе представьте себе только. Отсюда становится понятным, что необходимо ориентироваться вверх, выстраивать вот эту вертикаль, заниматься саморазвитием. И трансформации будут ключевым словом. Придти к Отцу, то есть своему высшему началу, к просветлению, пробуждению. Это значит пронести свой крест. У каждого он свой, это понятно, натальный, но как проявляется, трансформируется он, показывает транзит. Соединение Марс-Лилит коснется всех. Понятно, что особенно тех, у кого в фиксированном кресте планеты и значимые точки гороскопа. Но все равно он коснется абсолютно всех. Но как вот этот фиксированный крест коснется, зависит от каждого. В Откровении Иоанна Богослова апокалипсис описан именно фиксированным крестом. Первое животное было подобно льву, второе подобно тельцу, третье животное имело лицо, как у человека, водолей. И четвертое животное подобно орлу летящему. Древнее изображение знака зодиака Скорпиона – это орел, вылетающий из скорлупы. Божественные мистерии, божественные ноты. Постарайтесь прозреть мистерию фиксированного креста в натальной карте. Прочувствуйте развитие композиции. Любите ли вы астрологию так, как люблю её я? Это на самом деле красиво, и это гармония музыки сфер. С любовью, Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы.